24 апреля 2021 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Это специальный выпуск блога «Святая земля сегодня». Я нахожусь на вершине Илеонской горы. Сегодня в субботу в 6 часов здесь пойдет крестный ход. С пальмами в руках, с пением тропаря мы будем встречать Господа, будем сопровождать Его в Иерусалим. Вот так относятся верующие к этому крестному ходу. Так начинается у нас вход Господень в Иерусалим. В субботу вечером крестным ходом из Вифагии, это рядом с Илеоном, до Львиных ворот Иерусалима. Мы видим с вами греческий монастырь Вознесения Господня. Монахини и настоятель, отец Ахиллес, тоже ждут крестного хода. Крестный ход обязательно будет останавливаться около монастыря. С праздникам. Сегодня, для нас, это один особенный день. Сегодня, это воскресенье Лазароса. И в месте, где Иисус расшелся, дважды в год. В месте, где Иисус расшелся, дважды в год, мы имеем возможность сделать литурги. И один, это день от Ассенсия, и другой, это день от Ассенсия, это день от Ассенсия. Иисус расшелся, с здоровьем, и Бог дает нам святую силу, чтобы пройти все ситуации. Мы надеемся, что, step by step, и день от день, это темптение... ... это темптение, что это темптение, что это коронавирус, чтобы закончить. И, конечно, для Холи Ланд, эти дни были тяжелые. Мы живем более чем один год и два-три месяца без пилгримов. И мы надеемся, что, через некоторое время, приезжаем к Пилгримам в Холи Ланд, чтобы прожить в Холи Сепулькер, Голгофа, и другие Холи Плэйси, и чтобы прожить в Блэссинг. С Прасникопом, счастливый Естер, и в Холи Плэйси, ждем всех Пилгримов, чтобы прожить в Холи Ланд. Спасибо. Вот отсюда, из Вифагии, будет начинаться крестный ход. Народу, конечно, беспрецедентно мало. Все ждут владыку, который с духовенством должен подъехать сейчас из патриархии. И так мало людей действительно никогда здесь не было. Ну, по крайней мере, в последние 27 лет это точно. Монастыри показывают камень. С этого камня Господь, по преданию, сел на ослика. Вот таких камней-приступочек у нас на Святой Земле в свое время было очень много. Потому что садиться на осла или коня с земли довольно неудобно, трудно. А вот с такого камушка, оперевшись на него ногой, подняться гораздо легче. Сегодня пустовато. Ну, а так прежде здесь были толпы людей. Была иногда и давка. И стояли в очереди, чтобы приложиться. Но все равно, хоть и пустовато, и мы можем спокойно подойти. Мы ждем вас всех в гости к нам, в паломничество. Приезжайте на Святую Землю. Сам монастырь стоит на месте евангельского селения Вифагия. По нашему преданию, вот отсюда Господь начал свой вход в Иерусалим. Монастырь совсем-совсем маленький, находится очень живописно на холме. И перед началом крестного хода монастырь посещает патриарх, которого все и ждут. Вот уже патриарх подъехал, он как раз закончил вечернюю в патриархии. Вот это наш патриарх Иерусалимский Феофил. Сейчас он отслужит небольшой, совсем маленький молебен в храме, благословит крестный ход и уедет обратно в патриархию. А будет возглавлять крестный ход кто-то из наших местных владык. Вот, кстати, матушки русской духовной миссии, полиция дежурит, ну, понятное дело. Я решила зайти немножко вперед, и меня ждала неожиданная встреча. Продолжение следует... Здравствуйте, как дела? Продолжение следует... Продолжение следует... Я желаю им патриарху Санглаку Сусей. Сегодня из Юрия у нас начинается в битвы, по-другому в ночь. Мы заключили на битвы и в битвы, по-другому в Лазаре, когда Jesus Christ walked, он сидит на львке. И здесь, в этой монастыре, есть стены, где именно Jesus Christ stood на львке и сидит на львке. И reached the Lion's Gate. И мы сейчас идем туда, где мы сейчас идем. Мы идем к двери от старого города, где есть монастырь Сан-Anна. И Йоаким, house of the Virgin Mary, where she was born in Jerusalem. Thank you, Abuna. Welcome. Winter Salem. Пифагия находится по ту сторону Ильонской горы. И вот туда, на вершину Ильона, как раз за которую садится солнышко, нам и предстоит идти. Идти мы будем через мусульманский квартал Ат-Тур. Так это место называется. Здесь живут арабы-мусульмане. С христианами у нас вообще у мусульман отношения хорошие. Но мы боялись, что будет много полиции и армии, как это обычно бывало. И могут быть какие-то провокации. Слава Богу, много полиции не было. И поэтому все прошло очень спокойно. Сейчас вы слышите пение тропаря Общее воскресенье по-румынски. Это, например, грузинская община православная. Репатрианты из Грузии. Они всегда приезжают из разных городов на этот крестный ход и очень красиво поют. Ну а вот сестры поют тропарь по-русски. Репатрианты из Грузии. Прекрасно справляются местные водители без полиции, как видите, уступают место крестному ходу. А вот и первая остановка, которая нас ждет. Остановка, которую некоторые ждут с большим нетерпением. Встречает крестный ход отец Ахиллес, игумен греческого монастыря Вознесения Господня, который находится напротив места Вознесения Спасителя. Крестный ход останавливается. Игумен приветствует крестный ход. И начинается небольшая лития. После лития всех кропят благовониями. Так у нас принято. И крестный ход продолжает движение дальше. Нам еще предстоит спуск с Ильонской горы. Хорошо, конечно, что было очень мало народу. Без давки, без толкотни, без армии и полиции. Очень спокойно прошли. Кстати, я заметила, что владыки в этом году не было. Мы шли без архиереи. Только со священниками. Ну и ладно, значит так нужно. Немножко суматошно. Но это такая радостная, знаете, толчая и суматоха. Пение на всех языках. Вот сейчас мы опять слышим грузин с вами. А вот впереди уже Иерусалим. И закат. Садится солнце на западе. Там где-то далеко Средиземное море. Перед нами залитый солнцем вечерним Иерусалим. Точно этой самой дорогой шел Господь наш в Иерусалим. Спускался с Ильона. Песня. 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 Ну скажите. Ближнего Востока. Песня. 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 имя Иерусалим невозможно уже много веков. Поэтому мы входим ближайшими воротами, львинами. Они ведут нас в мусульманский квартал старого города. Это монастырь святых праведных Иакима и Анны, место Рождества Богородицы. И здесь крестный ход и заканчивается. Ну, а я расскажу вам о том, что было утром на Пальмовое воскресенье. Утром у нас каждый, конечно, идет в свой храм, на литургию, но большинство стараются попасть в храм гроба Господня. Здесь бывает патриаршая литургия и крестный ход. Не только православные приходят. Вот эфиопы. Есть место, где погребены Никодим и Иосиф, и там служат еще и сириане. Только что закончилась армянская литургия, то есть довольно шумно, так скажем. Но это звуки наших русалимских праздников. Это кафеликон, соборный храм воскресения Христова. Здесь служит патриарх. В этом году было очень много русскоязычных паломников из разных городов Израиля. И, конечно, много детей, потому что у нас вход Господень в Иерусалим – это детский праздник. Однако деткам на патриаршей официальной службе не очень-то уютно, и замечания могут сделать. Поэтому многие родители берут детей в соседний храм, который находится в двух метрах от гроба Господня. Это храм Иакова, брата Господня, главный приход наших православных арабов. Сразу после литургии здесь бывает свой крестный ход. Храм, конечно, очень маленький, очень тесный. Но в крестном ходе обязательно стараются участвовать все, кто могут, ну и, конечно, обязательно все детки. Детки ждут целый год надеть красивые платьицы, красивые костюмчики и с пальмочками пройти по любимому храму крестным ходом. Вот, кстати, идет староста храма. А вот и одна из самых маленьких прихожанок у папы на руках. И здесь детьми. Если хочешь. После крестного хода в храме Иакова, брата Господня, все бегут ко гробу, чтобы успеть еще раз пройтись с пальмами, только теперь уже с патриархом. У коптов все продолжается богослужение. Оно у них очень длинное, и нам сейчас предстоит идти через них. Былые годы бывали и стычки, но в этом году, слава богу, все обошлось тихо и спокойно. И вот идет наш крестный ход. Они пойдут два раза вокруг Кувукли и третий раз по всему храму. И опять же мы видим, вот он староста храма Иакова, брата Господня. Обязательно по статусу он должен присутствовать как главный представитель арабской местной православной общины. Вот идут наши мальчики-семинаристы из Сионской духовной семинарии. А вот и сам блаженнейший патриарх Феофил. Следом за Феофилом идет посол Греции с сыном. Ну, а за ними уж и все мы. Видите, как у нас и монахи, и миряне, все идут вместе. Чинов никто не соблюдает. В Иерусалиме все очень просто. По местной традиции мы трясем пальмы периодически. Создается такой, знаете, очень веселый, древний какой-то шум. Давайте послушаем. Вот я почти уверена, что когда Господь входил в Иерусалим, тоже вот так шумели пальмами. Правда же? Пальмы у нас запретенные, украшенные, с цветами. Их покупают в старом городе, некоторые делают сами. Но самая красивая пальма была сегодня, наверное, у коптского архиерея, у коптского владыки. Рафаил наклонился, чтобы просто снять пальму. Но получилось так, как будто он поклонился владыке, да еще и поздравил его с праздником. Фразу эту сказал рядом стоявший араб. Ну и что же? А почему не поздравить с другой стороны? Ведь мы все христиане. И в этот день это особо сильно чувствуется. Это не экуминистическое единство христиан Святой Земли. Крестный ход отправляется дальше, по всему храму. Потом патриарх произнесет проповедь и раздаст всем антидор. Но праздник на этом не заканчивается. Вы слышите эти звуки? Вот теперь где начинается все самое интересное. Это шествие скаутов по старому городу. Это сирийские скауты, то есть скауты-сириане. Они не считаются у нас самыми сильными. Самые сильные католические. Следом за ними идут наши православные, но потом уже мусульманские. Так народ считает. Они соревнуются на самом деле, кто лучше барабаник, кто лучше играть на валунках. Отдельно когда-нибудь про скаутов расскажу. А пока давайте просто посмотрим. Мы находимся возле Иерусалимской патриархии и ждем наших православных скаутов. О, вот и они! Наши православные скауты встречают патриарха и духовенство, которые должны сейчас прийти сюда после службы. А потом пойдут шествием через весь старый город. Это младшие отряды. Они пока что на музыкальных инструментах не играют. Они для них просто слишком тяжелые. Но с удовольствием варшируют. Ну что же, ритмы становятся все более зажигательными. Вот так наши местные христиане встречают свое духовенство и своего патриарха. Хочется сказать всем, учитесь у нас радоваться. Академии. Академии. Вот появляется отец Домитиан, представитель русской духовной миссии в Иерусалиме, а следом за ним уже идет и блаженнейший патриарх Феофил. Улыбается патриарх Феофил. Ну, конечно, как можно не улыбаться в такой день, в такой праздник, да при такой радостной музыке. Все идут в патриархию пить кофе, абсолютно все, никаких приглашений, все, кто есть на улице, всем будут раздавать кофе, конфетки, сладкую всякую водичку и коньяк. Туда идем и мы, а вам желаем благословения Божьего со Святой Земли и хорошей Страстной Седмицы. Субтитры создавал DimaTorzok